С победой вернулась представительница Татарстана из Болгарии с конкурса красоты и таланта Илья Гарипова, вице-миссы с конкурса Гранд Матт-2018. Секретами красоты сегодня поделится она сама и с удовольствием мы с ней пообщаемся. Доброе утро, здравствуйте, очень рада вас видеть. Поздравляем вас с победой и, как мы знаем, это не первая награда в вашей копилке. Да, это не первая награда, я была Инничка Билль 2006. А именно вот про этот конкурс расскажите, пожалуйста, сколько стран было представлено? Было 25 участников и около 20 стран мира. А, даже со всего мира приехали, да? Интересно. Да, это Малайзия, Индия, Африка, Европа, очень много стран. Расскажите, пожалуйста, какие были конкурсы, именно, вернее, какие хореографические номера? А вот мы знаем, что вы исполняли «Татарский таймс». К сожалению, мы сейчас не сможем его посмотреть. А, нет, нам подсказывают, что есть. Мы сейчас его посмотрим и потом мы поговорим об этом. Отлично. 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 Хорошо, да. Безумно красивый танец. Расскажите, пожалуйста, кто ставил вам этот? Танец. Этот танец мне поставила Лейсан Хаметова, это госансамбль. Я хочу выразить ей огромную благодарность и хочу выразить благодарность директору госансамбля Жукову, который предоставил мне вот эти прекрасные красивые костюмы и я достойно представила Татарстан. Это было удивительно. Да, браво. А скажите, кто ездил с вами в Болгарию, кто вас поддерживал? Помимо супруга. Помимо супруга со мной ездили два моих ребенка. У меня их трое. Средняя это дочка и вот младший сын 4 года, они участвовали, кстати, тоже в танце, они выходят в конце. То есть у вас такой семейный танец. Это семейный традиционный танец о зарождении семьи. Мы его первый раз танцевали с супругом на своей свадьбе, второй раз мы его станцевали на никахе своего старшего сына и вот третий раз мы уже выставили его на обозрение всему миру. Я понимаю, конечно, следующий вопрос, наверное, больше должен был быть адресован вашему супругу, но я все равно спрошу вас. Как ваш супруг чувствует себя рядом с такой красивой, талантливой женщиной? Не ревнует? Нет, у нас уже прошел такой этап, у нас все хорошо. Он чувствует себя, я думаю, великолепно. Но тем более, если он всегда рядом с вами, поддерживает вас во всех ваших начинаниях. Мне кажется, это просто прекрасно. Да. Ну, мы еще откроем небольшую тайну для наших зрителей. Вы не только безумно красивая и талантливая женщина, вы и мама, вы еще и бабушка. Да, у меня есть внучка от старшего сына. Замечательно. А сколько ей? Ей годик. Ой, ну мне кажется, в вашей внучке есть куда стремиться, глядя на такую великолепную, даже не знаю, как вас назвать, бабушку, молодую бабушку. Ну, расскажите, какие у вас дальнейшие планы и, может быть, конкурсы какие-то стремитесь, вы куда? Вы знаете, я пока после этого конкурса еще не отдохнула, поэтому пока про конкурсы я не думаю. Поскольку были какие-то цели поставлены до конкурса, мне их надо сначала осуществить. Я занимаюсь благотворительным фондом, он называется «Жизнь без инсульта». Зенгер Тасма совместно с врачами МКДЦ мы проводим бесплатные лекции для людей, чтобы каждый шестой в нашем мире не умирал от инсульта. Мы проводим это все бесплатно для жителей нашего города. И всех приглашаю. С 17-го числа у нас будет очередная лекция в Клубе Вознесения. В 12 часов. Спасибо вам большое за то, что вы делаете для людей. И поздравляем вас еще раз с такой прекрасной победой. Удачи вам во всем. Спасибо.